Песеты и реалы. Многие молодые испанцы уже не застали те времена, когда использовалась эта старая валюта до еврового периода. Но мелкие монетки еще остаются в разных уголках испанских домов. Одни их хранят из ностальгии, другим было просто лень сходить в банк, обменять эту мелочь. Но старые банкноты и монеты по-прежнему остаются конвертируемой валютой. И теперь организация Песета Солидария решила найти им применение. Все, что вам нужно будет сделать, это зарегистрироваться на веб-сайте. Песета Солидария сама придет по вызову, соберет бывшие испанские деньги, обменяет их на евро и пожертвует в продовольственные банки. Несмотря на кризис, люди все равно хотят помогать другим. Но зачастую у них у самих нет лишних денег. А если у них где-то заваляли старые песеты, то они смогут внести свою лепту. Вот, например, одна женщина из Хетафе отдала пачку банкнот, которые ей остались от сестры. А один пожилой человек, который не умеет пользоваться интернетом, позвонил в продовольственный банк и сказал, что у него есть 8 килограммов старых монет. И он хочет их отдать нуждающимся. На руках у испанцев, по официальным данным, остается еще 1,6 млн. песет. Вот почему правительство продлило крайний срок для их обмена на евро с декабря этого года до сентября 2021. Организация Песета Солидария получила таким образом больше времени для продвижения своей инициативы. Цель Песеты Солидария амбициозна – собрать 12 млн. евро в качестве помощи для продовольственного банка, спрос на услуги которого в этом году вырос на 40% из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Изменился и профиль нуждающихся в помощи. Зачастую это люди, которые работают, но все равно находятся в бедности. Это еще хуже, потому что у них такие маленькие зарплаты, что они не сводят концы с концами. Несколько раз я говорила с людьми, которые рассказывали мне, что раньше работали волонтерами в продовольственном банке и помогали другим. А теперь они звонят, потому что сами нуждаются в помощи. Положение усугубляется и тем, что мы совсем недавно вышли из кризиса 2008 года, и в семьях не осталось сбережений. Еще до пандемии только в Мадриде за чертой бедности находились 350 тысяч человек. Продовольственный банк опасается, что в январе ситуация достигнет критической точки.